242 юных жителей Ниньского округа вступили в Российское движение школьников. Организация была создана в 2015 году и стала своего рода альтернативой советской пионерии, которая была образована 19 мая 1922 года и перестала существовать в начале 90-х. Со вступлением в ряды РДШ учащихся поздравил глава региона Юрий Бездудный. Трехцветные гаустуки, свой гимн и клятва с обещаниями. В ряды Российского движения школьников в Третьей городской школе вступили 25 учеников. Этот проект даст мне высокое образование. Я буду хорошо учиться, участвовать в разных конкурсах. Буду ездить за границей. Учиться хорошо давали обещания и заниматься хорошо спортом, защищать младших. На торжественном посвящении ребятам рассказали об организации и ее структуре. Ученики заинтересованно слушали о проектах и конкурсах, проходящих в рамках Российского движения школьников. Четыре направления, которые есть в Российского движения школьников – это личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданское. Поэтому у детей есть возможность для роста, для профессионального выбора по этим направлениям. Если кто, допустим, выбирает свое направление информационно-медийное, они пробуют себя и в режиссуре, они пробуют себя и в ведущих, они себя пробуют как журналисты. Поэтому это хороший такой старт для будущей профессии. Российское движение школьников было образовано пять лет назад. Его участником может стать любой школьник с 8 до 18 лет. Своебразный обряд посвящения не случайно был приурочен к 19 мая – Дню пионерии – детской организации, которая оставила большой и важный след в жизни дедушек и бабушек нынешних школьников. В Ненинском округе в этот день вступили в школьное движение 240 учеников. Не все ребята и не все родители знают об этом движении, поэтому наша задача сейчас – как можно больше пропагандировать. Все-таки российское движение школьников ему в прошлом году исполнилось пять лет. Это прародитель этого движения – пионеры были. С вступлением в ряды РДШ школьников поздравил глава региона Юрий Бездудный. Российское движение школьников тоже объединяет лучших ребят. И те, кто сегодня уйдут отсюда с повязанными галстуками, они вполне могут гордиться тем, что они входят в такую организацию. Ребята, уверен, что вы нисколько не пожалеете о том, что вступаете в эту организацию. А те из вас, кто сидит чуть повыше и еще не вступил, обязательно подтянутся за вами. После посвящения – общее фото на память, а затем ребята вернулись к занятиям, не забывая о своем обещании хорошо учиться и заботиться о младших.